А у нас на сцене наш любимый бард из города Самары. У нас еще есть один любимый бард из города Самары, вы знаете, Александр Ольга. У нас их два любимых барда из города Самары. Мы очень любим этот город, очень любим этих бардов. И вот Игорь уже второй раз будет на этой сцене. Вот первый раз мы его записали, уже сделали кассеты. Я думаю, после второго раза мы теперь запишем его, сделаем диск, сделаем видеодиск. И, в общем, будем всячески способствовать его продвижению на уральской земле. Игорь Гольдин, город Самары. Приближенная ситуация к кухне, потому что мы тут недавно говорили, как раз совсем недавно, о том, что, чтобы там ни случилось, бардовская песня ничего не потеряла. Она никогда не теряла, потому что, как бы там ни... как бы не занималась она шоуманством, не это ее украшало, мне кажется. Вот. Как ее было место на кухне, так оно до сих пор свободное. Вот. Вот с этих теплых воспоминаний начнем. Начнем с песен, которые иногда люди по ошибке называют детскими. Я не только о своих. Мне очень нравится, всегда всю жизнь нравились, и сейчас и будут нравиться. Поэты, которые пишут о детстве. Вот. А дети потом, детям это потом читают. Потому что ни один из поэтов, за редким исключением, имеющий адресат в виде маленьких друзей своих, или детей, или родственников, писали конкретно для такого-то человека. На самом деле, это ни для кого не секрет, это воспоминания о собственном детстве. Это виртуальное детство, которое вы создаете в своем воображении. Ну и все. Вот с этого виртуального детства мы начнем. С вашего позволения, я сегодня попою, почитаю. Вот. Сделаем мы перерыв. Ладно, пусть будет у нас перерыв. Вот. А сейчас пока без перерыва, так сходу начнем. Трудно, трудно, невозможно. Трудно, трудно эту лужу стороною обойти. Может, эта лужа глубже всех, что были на пути. И не надо тут сердиться, что дитя растет свиньей. Вон, на лужу села птица не одна, а всей семьей. Накажите, отругайте. Но скажите, для кого ж это чудо на асфальте, уходя, оставил дождь? Невозможно по тропинке не подпрыгнув пробежать. А без этого тропинкам просто незачем лежать. Папа, мама, как вы строги. Как бы вам растолковать, что нужны на свете ноги, чтобы падать и вставать? Сами ссаденные шишки и цветные синяки облепить спешат мальчишку, как ромашку мотыльки. Знаем, 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 знаем. На все крыши не залезть. За весь день не наиграться. Всех конфет не переесть. Только как же удержаться, устоять и усидеть? Не порвать, когда подраться. Не разбить, когда задеть. Не похныкать, чтоб купили. Не забросить, чтоб забыть. А без этого ребенком даже незачем и быть. Трудно, трудно, невозможно просто. Незачем и быть. У меня всякие штучки-дрючки. Я их натырил в детских садах. К сожалению, в детском саду только теперь найдете резиновые игрушки с измучающим свистком. Вот он. Вот этой штуки. Это уже вторая. Первые 10 лет отработал. Сломалась, теперь новенькая. Значит, мне нужен человек. Небольшого роста, небольшого возраста. Где лучше? Лев, пойдем. Будет, будет, Лев. Так, Лев, давай вот здесь. Попробуй, во-первых, эту штучку вот этим вот в рот поссовать. А вот эту дырочку не закрывай. Руками не закрывай. Микрофон подойди. Дух, дуй. Отлично. Теперь так, внимание. Лев Смагин, аплодисменты. Песенка про жучка. Значит, я буду делать так. Жил-был на свете жучок. А ты вот так. Резко. Жил-был на свете жучок. Молодец. Только можешь еще наглее это делать. Веселее, смелее, свободнее. Ты говоришь? Песенка про жучка. Аплодисменты. Внимание. Жил-был на свете жучок. Был у жучка пиджачок. Кроме того пиджачка, ничего не было у жучка. Черный блестящий, жесткий, хрустящий. В левом кармашке платок голубой. И без штанишек, и без манишек. Можно вполне быть довольным собой. Оп, работаем, как хочешь. Давай. Встретил жучиху жучок. Нет, Лев, он в нее был влюблен. Он ее нежно окликал, очень нежно. Встретил жучиху жучок. Ей приглянулся платок. Кроме теперь пиджачка, ничего не было у жучка. Черный блестящий, жесткий, хрустящий. В левом кармашке траля-ля-ля-ля. И без штанишек, и без манишек. Но ты чего же жучиха мила? Ночью пришел светлечок. Ночью пришел упрямый, наглый, гадкий. Ночью пришел светлечок. Холодно, дай пиджачок. Кроме себя самого, у жучка нет теперь ничего. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. И без штанишек, и без манишек. Но отчего же так ночка светла? Ночка светла. Ночка светла. Трубочист. В трубу опущена веревка. И к ней привязанная ловка, метелка для прочистки труб. Он начал свой привычный труд. Но вместо сажи, посмотрите, он трубочист, он не грабитель. Но вместо сажи из трубы тянул сушеные грибы. Старушку с пряжей в руке. И внука с двойкой в дневнике. Его сестру, студентку вуза. И чуть живого от конфуза студенткиного жениха. Подушки, шлепанцы, меха. В трубе столкнулись угол шкафа. Сердитый пес и спящий папа. Два малыша в одной коляске на облака таращат глазки. За ними мама лезет вслед, оставив кухню и обед. Вот показалась чья-то лапа, когтями крышу поцарапав, и тут же скрылась. Знать кота всегда пугала высота. А трубочист девица. Ба, давно не чищена труба. Опять опущена веревка, и к ней привязанная ловками тёлка для прочистки труб. Очистка труб не лёгкий труд. Признаться, трубочист устал. Зато он из трубы достал старушке спицы для вязания. Внучку ремень для наказания. Сестре-студентке модный диск. Двум малышам их звонкий писк. Отцу газету и тахту. Кота собаки, мышь коту. Из кухни мамина варенья. А вам... Правильно. Песенка так, карусель. Песенка, карусель. Первые две строчки. Совершенно непонятный ребёнок. Полутора лет сочинил, остальные уж мы всем миром досочинили сами. Карусель, карусель, посади меня в кисель. Так приятно в киселе, как у дедушки в селе. Никто не ругается, никто не ворчит. Пищи в кастрюльке варятся, яичница скворчит. На тебя, карусель, карусель, унеси меня в апрель. Чтоб сосулькой с высоты звонко шлёпнутся в кусты. Лужицей, бездельницей на асфальт залечь. И в прохожих селится от пяток до плеч. На тебя карусель, кто где хочет, там и сел. Я у папы на руках и летаю в облаках. Мне не надо курточку, я не простужусь. Ну дайте же на минуточку, слетаю и вернусь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Карусель, карусель, карусельщик облысел. Но, как лысины чисты его детские мечты, Песня карусельная кончилась, друзья. Отдыхай, бесцельная фантазия моя И конца не будет превращенью Это даже в школе говорят Всем известно то, что превращенье Тело возвращается К точку, из которой начато движение Жили-были Это целая серия под названием Жили-были, она бесконечная Кто хочет, подхватывайте Все, что называется со слов Жили-были Страна такая придумана Жили-были, это два слова А одно слово, это так называются Жители этого места Они называются жили-были в одно слово Жили-были 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 Пили воду из бутыли И давали пить кобыли Из бутыли Из бутыли У кобылы был ребенок Очень умный же ребенок Выпьет воду из бутыли А бутыль сдает кобыли Просто так? Не просто так Две бутыли за пятак А зачем ему пятак? Просто так Жили-были, был хитрый, малый Грыз сухарь под одеялом Почему под одеялом? Любознательных навалом Окружили старика А что внутри сухарика? А внутри у сухаря? Хря Жили-были, пчел держали Потому что уважали мед Жаль, что не наоборот Лучше б мед они держали От того, что уважали пчел Пчелы жутко обижались Сами медом объедались Отползали кое-как Выбирались на сквозняк И ходила тучию Карамель летучая Жили-были, нету жили В жаркий полдень Печь топили Возьмут, бывало, печку И болтых в речку Чтобы щуки и лещи Под водой хлебали щи И нахваливали Жили-был, любил жену Добрую жилу-былу И она его любила Пока скалкой не прибила Закатала в пирожок Запекла и за порог В пироге живет мужик Поворчал, потом привык Жили-были Жил-был на свете У нас жучок уже был А теперь у нас жили-были Кричать умеете? Сейчас парю Не волнуйтесь О том, что спокойненько Значит, пиратскими голосами Громкими Давайте 3-4 Просто на звук А 3-4 А 3-4 А Хорошо, не мало Еще разок А Поехали Ля-ля-ля-ля-ля Подхваживайте Ля-ля-ля-ля-ля Мотива не надо Никакой Поехали И Ля-ля-ля-ля-ля-ля Вместе не слышу Ля-ля-ля-ля-ля-ля Пиратскими голосами Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля, песня про кораблик В городе портовом одном Жил кораблик по прозванию Гном Был корабль настолько мал, что всерьез не принимал Ни крует его, ни бот и ни ял Он протягивал швартовый каждый пристани портовый Но никто его не замечал И однажды так подумал Гном Стану я пиратским кораблем Черный парус, черный стяг, белый череп на костях Пусть узнают, что и я не пустяк Если надо, буду даже брать суда на абордажи Всем грубить и говорить дурак Все меня увидят, закричат Вон идет воинственный фрегат А попробуй не увидеть, я не дам себя забыть Буду тихо подходить и вредить Никому не дам проходу, даже дяде пароходу в Синем море больше не катит Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Пираты продолжились, ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Еще раз ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Вышел в море гном и увидал Дед-рыбак забросил в воду трау Мама баржа тянет лес, брат в тягач на мель залез, брат толкать ему орет, чтоб слез. И притом кругом по штату были взрослые пираты, а у этих дело и позарез. В общем, не смутили никого спичные пушки его, только тральщик-адмирал не полуй с огнем, сказал, и по розовой корме надавал. И пришлось бедняге гному разворачиваться к дому, где его совсем никто не ждал. Прямо из прибрежного песка вынул его внук моряка, а для внука моряка он не гном, а великан, ты мой парусник, я твой капитан. Будем мы играть с тобою до заката, у припоя на рассвете выйдем в банке. Ла-ля-ля-ля-ля, пираты, ля-ля-ля-ля-ля, и громче ла-ля-ля-ля-ля, ла-ля-ля-ля-ля, у-ху-ху. Аплодисменты 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 Называется детский парк. Вот он такой неразделимый. Прогулка по детскому парку. Он такой мой специальный детский парк. Хотя прообраз его стоит в нашем городе. Да, пожалуй, в каждом городе. Пока же в России будет такой парк. Детский парк. Объявление в парке. Прогулки с жирафом караются штрафом. Ведь в парке бывают малышки. Они забираются вверх по жирафам. О, как им спуститься к мамам и папам. Без парашюта и даже зонта. С этой пенистой вышки. Еще одно объявление. Милости просим и очень ждем. Гуляйте в парке с воробьем. Каждый со своим домашним воробьем. Пухленьким, ленивым, глупым воробьем. Дайте воробью гулять без цепочки. Вон какие кустики. Вон какие кочки. Дайте воробью прыг-прыг по дорожке. Большое спасибо. Подпись кошки. Скульптура. Разговор около скульптуры. Видишь, Оленька, это кот. Рыжий, красивый и гордый. Что ты, мамочка? Это лиса с отбитой мордой. У фотографа, диалог у фотографа. У фотографа. Дяденька, сфотографируйте меня рядом с этим ослом. Отойди, мальчик. Это не осел, а зайчик. Дяденька, сфотографируйте меня верхом на этом льве. Это не лев, а баран. Не мешай работать, пацан.